Государственный центр современного искусства представляет программу «Арсенал». Арсенал современного искусства — это огромное количество имен, стилей, жанров, направлений. Как выбрать что-то одно? Оставим порядковый принцип от адая лингвистам. Хронологический принцип появления тех или иных направлений историкам. Отдадим всё в руки судьбы и определим случайную букву. Стоп! Что для человека страшнее — жизнь или смерть? А что ближе — земля или небо? Ну а что дороже — душа или тело? Вопросы из разряда вечных, но ответы на них каждый из нас ищет сию минуту. То есть всегда и похоже везде. Занятия увлекательные и безопасные, если знаешь, где искать, и умеешь пользоваться подсказками — и сверху, и снизу. Занятия увлекательные и безопасность Банальная мысль Умирать никому не хочется. Все хотят жить долго и счастливо. Если не получится счастливо, то хотя бы долго. Об этом просят Господа Бога и Его верных помощников — чудотворцев. В общем, всех тех, кто знает толк в чудесах. Если вы думаете, что они на нашей грешной земле перевелись, то сильно ошибаетесь. Современное искусство стало в свое время заменой религии. Это известно всем, что современное искусство появилось тогда, когда Бог умер. И когда художник перестал работать на церковь, начал работать на некую религию новизны, жрецом которой он сам себя назначил. Художники осознали, что искусство действительно… То есть они не просто осознали, но решили прямо об этом говорить, что искусство — это такая квазирелигия. И поэтому интересно сравнить его с настоящими религиями, конечно, прежде всего с христианством для европейского искусства. А может, все и проще, и сложнее? Может, современное искусство работает от имени всех религий и для всех потенциальных прихожан? И это острее всех почувствовал и быстрее всех выразил Сергей Шутов, удививший своей инсталляцией абак и зрителей и критиков в Венецианской и Блинале 2001 года. Все вроде бы очень просто. 40 фигур в черном одинаково иступленно молятся на разных языках. Первое впечатление для многих было шокирующим. Русские привезли статистов. Оказалось, это роботы. Инсталляция Сергея Шутова, она обслуживает, обслуживает, иллюстрирует некое такое устойчивое стереотипическое представление о России. Насколько это имеет место быть, насколько это интересно, это вопрос. Многие люди, попадающие в этот зал, где черные фигуры молятся, и почему-то на мониторах идет арабская вязь, они делают серьезное лицо и говорят, да-да, вот это мы знаем. Но потом, переводя взгляд на балкон, где сидит служительница, молодая студентка университета, которая очень красиво одета, прекрасно говорит на двух или трех языках, на их лицах появляются сомнения. Постойте, это что, это тоже из России? Тогда при чем здесь эти молящиеся фигуры? То есть зритель не может соотнести служителя и то представление, которое ему пытаются навязать. И вот здесь возникает конфликт, который мне кажется интереснее, чем собственная инсталляция. Это конфликт между пастырем и паствой, точнее между художником и зрителями, которым, как правило, не надо объяснять, что такое современное искусство. Они ищут в нем не только ответы, но и вопросы, которые иногда очень трудно и даже страшно самому сформулировать. Например, нужно готовиться к смерти или нет? А если да, то как? Это инсталляция известного художника Арсена Савадова «Книга мертвых». Так называется тибетская священная книга, которую читают, как у нас псалтырь, над гробом усопшего в течение 40 дней. Ее, конечно же, читают и при жизни, особенно грешники, потому что это наставление о том, к чему нужно готовиться на этом свете и как вести себя на том. Мы давно занимаемся проблемами психической реальности. То есть для нас это истинная реальность, по большому счету. Я думаю только об одном, чтобы то, что я делал, соответствовало тому, что делается внутри моего сознания. Художник пишет одну и ту же картину, режиссер снимает один и тот же фильм всю жизнь. И нет, я не вижу там особых изменений. Меняются агенты, герои. Фильм Достоевского, почитаю, один и тот же роман. Ничего не меняется. Великий христианский роман. О богоборничестве. По версии Савадова, ничего радостного и чудесного в загробном мире никого из нас не ждет. По версии же тибетской священной книги мертвых, именно на том свете мы можем встретиться один на один с собой, что уже само по себе чудо. Ни ту, ни другую версию проверить невозможно. И в этом их бесспорная сила и слабость. Искусство, как и любая сегодня область человеческого такого духа, что ли, занимается своими проблемами, не должно эти проблемы решать. Должно преподносить свой ответ на какие-то актуальные вопросы. Иначе непонятно, зачем оно. То, что делает Катухан, это как последний костыль, который у нас таким образом вышибается. Здесь меня радует такой смешной контраст между тем, что на самом деле это мотив мгновения, который очень важен тоже для современного искусства, для современного кино. Все снимают кино про какую-то роковую случайность, которая произошла. На самом деле вероятность того, чтобы Папа Римского убила метеоритом, я думаю, равна нулю. Но между тем она есть. Вот то, что произошло, такое невероятное событие, тоже своего рода чудо. Говорят, даже Ватикан оценил юмор Маурица Укателана, автора этой инсталляции. Папа погибает как простой смертный, но все-таки единственный в своем роде. Он умирает, чтобы родился еще один миф о нем. Любой художник осваивает мир через мифологию. Любой. Для меня художник – это человек, который оживляет, в общем-то, мертвый мир, который нас окружает. И не деконструирует, а конструирует новые какие-то модели, модели жизни вокруг нас. Ну что для меня искусство? Искусство – это попытка найти, выйти за некие пределы нашего реального сознания. Тишков подарил нам Даблоида. Это мягкое и милое существо олицетворяет все наши страхи и комплексы. То самое альтер-эго, которое мы держим в темноте своей души и стараемся не выпускать на волю. Даблоид пришел к художнику во сне. Каким приснился, таким он его и нарисовал. Нет, они живут только с нами. Они только с нами. Существует много книг про них. Я, например, покажу свою книгу «Даблоиды». Здесь есть про даблоиды история про то, как они живут вместе с человеком. И умирает человек, и умирает его даблоид. И просветленный человек, он лишается даблоида, потому что уже невозможно сказать, зацепить его. Это, скорее всего, постконцентуализм, когда абсолютная, в общем, бессмыслица, некая такая вот абракадабра, которой мы обозначаем некий смысл, я ее посвящаю практически всю жизнь. Жизнь другого, как таковая, связанная с смертью. Жизнь другого, как таковая, связанная с смертью. Юлия Страусова играет в этом перформансе весьма трудную и благородную роль. Выискивает в ученых книгах умные, но сложные для восприятия высказывания. Адаптирует их и предлагает публике в качестве интеллектуальных прививок. Правда, при этом немного сердится. И вот вы, например, почему бы вы уселись перед телевизором опять? Взяли бы книжку и почитали. Если бы вы сели и почитали, мне бы не пришлось выбирать из таких огромных текстов такие маленькие концентрированные высказывания. Эти портреты имеют портретное сходство с портретированными, но это не имеет значения. Имеет значение то, что у этих масок нет я. То есть они являются, в отличие от нас, некими масками, которые не больны болезнью я и никуда не спешат, и не больны болезнью жизни-смерти, потому что они как бы мертвы изначально. Мы будем должны адаптировать новую экософическую этику и использоваться для создания новых живых организмов. И нам будет необходимо. Сцены насилия, они всегда привлекательны для зрителя. Вот обратите внимание, в школе иконописи особое место уделено сценам насилия. То есть если вы подробно рассмотрите, там сцены ада, сцены мучения грешников, и на самом деле это больше всего смакуется. Не то, как люди там ангелами становятся, а сцены насилия развоплощаются. Потому что о добре говорить об абсолютном тяжело, потому что оно не имеет никакого конформы. Идеология вещи, которая была в модернизме, она сейчас размылась уже окончательно. И художник, скажем, автор работает не с вещью, а со зрелищем, то есть с процессом. И деконструирует, анализирует, манипулирует. Он работает со временем, с эффектами восприятия, в конце концов. Современное искусство с его технологиями работает на эффекте чуда в основном. Современные средства работают на том, что мы их не видим. Это просто вот в чистом виде такое религиозное видение. Не существует простых решений. Не существует простых формул искусства. Не существует простых формул поведения. И вот каким образом выстраивать, учитывать все это? Это сложная программа. Может быть, вот это та программа, в которой мы должны себя заново ощутить, лишаясь подпорок в виде вечности, в виде собственного могущества, величия и в виде религии. Для этого в нашем распоряжении целая жизнь. Не так уж и мало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok